Война Трампа с эмигрантами по всей Америке. Проходят демонстративные рейды по выявлению и выдворению нелегалов. Правозащитники убеждены, что новый глава Белого дома на фоне приостановки действия судом его указа приступил, как и обещал, к выполнению своего плана по массовой депортации из страны людей без документов. За развитием этой истории следит мой коллега Валерий Кипелов. Он присоединяется к нам в эфире. Валера, приветствую. Насколько паника среди нелегальных эмигрантов в США оправдана? Приветствую, Тихон. Ситуация с уровнем депортации из Америки неоднозначна. С одной стороны, мы уже несколько дней, если не недель, подряд наблюдаем массовые демонстрации в поддержку нелегалов. Причем как здесь в Америке, так и в других странах, и в первую очередь, конечно, в Мексике. Истории об арестах и высылке граждан этого южного соседа США почти каждый день в газетах и теленовостях. Буквально на прошлой неделе американские силовики произвели в четырех штатах несколько сотен арестов людей, не имевших вида нажительства. В миграционном ведомстве при этом утверждают, что работа ведется в рутинном режиме, без какого-либо всплеска активности. Однако американский президент другого мнения. В происходящем он видит именно позитивный результат своей работы. Рейды по выявлению преступников-нелегалов всего лишь выполнение моего предвыборного обещания. Члены банд, наркодилеры и другие выдворяются. Около 200 арестов в Северной и Южной Каролине и штате Джорджия. Более 150 в Лос-Анджелесе, около 40 в Нью-Йорке. Среди них, по официальным данным, задержан и известный бразильский наркоторговец, а также член организованной преступной группировки из Сальвадора. Однако данных о каком-либо уголовном прошлом подавляющего большинства депортированных у администрации Дональда Трампа нет. Нелегалам, страшно перепуганным этими рейдами, бросились помогать правозащитники, юристы и церковные приходы. Людей, не обладающих правом на жизнь и работу в США, не менее 11 миллионов. Всех их, за редким исключением, в ходе предвыборной кампании Трамп называл насильниками, уголовниками и обещал выслать из страны, как только придет к власти. И именно эта мера, наряду со строительством пресловутой большой и красивой стены, зажигала энтузиазмом миллионы сторонников Трампа. Президент с завидным рвением бросился выполнять свои обещания. Сейчас стало очевидно. Те, кто был уверен в том, что с приходом к власти кандидат-республиканец сменит тон и станет обычным американским политиком, горько ошибались. Примечательно, что несмотря на настоящую панику среди проживающих в США без виз и грин-карт людей, в МИДе Мексики утверждают, что рост числа высланных из штатов мексиканских граждан при президенте Трампе не зафиксирован. Это число, согласно имеющимся данным, даже несколько ниже, чем было при президенте Обаме. Официальный Мехико, правда, признает, что в дипломатических миссиях сейчас ежедневно получают втрое больше телефонных звонков от взволнованных угрозой депортации граждан, чем обычно. Тихон. Спасибо. Мы коллега Валерий Кипелов о росте числа рейдов против нелегальных иммигрантов в США.